В эфире канал Стройка Рантанапа. Здравствуйте, меня зовут Константин и сегодня я стану вашим гидом в знакомстве с новым двухэтажным домом. Его площадь составляет 106 квадратных метров. Мы находимся в Цибанабалке, недалеко от Анапы и рядом с Черным морем. А прямо сейчас я предлагаю вам познакомиться со стильным и качественным домом, который подойдет для всей семьи. Итак, обо всем по порядку. И пока мы не зашли на территорию самого дома, спешу ответить на один из вопросов, которые задают нам зрители. Вопрос звучит следующим образом. Будут ли заасфальтированы дороги в жилом комплексе? Да, дороги будут заасфальтированы. Нина Семеченко из Тюмени, вам спасибо за вопрос. Задавайте вопросы, если они возникают во время просмотра программы, мы с удовольствием на них ответим. Ну, а теперь пройдемте в сам дом. И зайдя на территорию, сразу же обратим внимание на дом. Ступеньки здесь выполнены из монолита. Что касается фасада, он выполнен из декоративной штукатурки, за которой 50 миллиметров утеплителя. Вокруг дома опалубка, ну а самое интересное, конечно же, внутри дома. Прихожая в доме 3 квадратных метра. Здесь есть автомат, 15 киловатт, теплый пол. Ну и далее пройдя его, мы попадаем в коридор. Площадь более 8 квадратных метров. Я смел называю это место перекрестком в доме. По одной простой причине, что именно отсюда мы можем попасть. В кухню, гостиную, в спальню, санузел или на второй этаж. Но обо всем по порядку. Начнем со спальни. Площадь спальни на первом этаже 11 квадратных метров. Что же мы видим здесь? Достаточно удобно расположен выключатель. Я всегда обращаю внимание на обои. И вновь я здесь вижу, что они идеально подклеены. Ни единого стыка здесь не наблюдается. В комнате имеется натяжной потолок, ламинат 34 класса. Ну и отмечу, что достаточно светлая комната, потому что мы имеем окно. А окно в комнате это всегда хорошо. Но двигаемся дальше, знакомимся с домом. На первом этаже также имеется санузел. Его площадь почти 4,5 квадратных метра. Но обратим внимание на то, что уже практически готова душевая кабинка. Мы видим то, что стены выложены из плитки. Я вижу, что достаточно ровно. Всегда на это стоит обращать внимание, когда выбираете дом на качество, как уложена плитка. Ну и, конечно же, выход под унитаз. И умывальник также имеется в этом небольшом санузле. Особенность этого проекта заключается в том, что лестница на второй этаж располагается в коридоре, а не в гостиной, как во многих других домах. Лестница в доме достаточно широкая. Мы видим, что два человека смело могут здесь двигаться одновременно. Ну что ж, и сразу мы попадаем в небольшой коридор. И отсюда уже выход. В одну, вторую, третью спальную комнату. И, конечно же, санузел. Именно здесь находится ванная. Давайте поближе к ней познакомимся. Санузел или ванная комната достаточно просторная. Здесь, видимо, может свободно поместиться ванная. Что мы еще здесь видим? Мы видим здесь теплый пол, натяжные потолки. И, конечно же, декоративные элементы клипки тоже здесь присутствуют. И вот вновь обращая внимание на тот самый горизонт, на уровень ее качества выполнения мастерами соответствует. И это радует. На втором этаже три спальные комнаты. В принципе, они одинаковые. Их отличие это цвет обоев и квадратура. Самая маленькая комната 11 квадратных метров. В комнате имеется натяжной потолок. Самая большая спальня это 14,7 квадратных метров. И следующая спальня чуть поменьше, более 11 квадратов. Хотелось бы обратить внимание, что в каждой спальной комнате имеется окно. И уверен, что это хорошая новость для тех, кто выберет этот дом. Потому что естественный свет, это очень важно в доме. Мы вновь находимся на первом этаже. Проходим через коридор, о котором мы уже говорили. И попадаем в кухню-гостиную. Не ошибусь, если скажу, что это будет самое любимое место владельцев этого дома. Его площадь составляет 26,5 квадратных метров. Итак, что же мы здесь видим? Здесь имеется теплый пол. Это очень актуально. И обращая внимание на стены. Они здесь покрашены. Для кухни это тоже очень важно. Но, уверен, хозяйки понимают, о чем я говорю. В доме имеется электрический водонагревательный котел. И, кстати, очень часто задают вопросы, будет ли газ в этом жилом комплексе. Да, газ действительно будет, когда полностью мы его построим. Из кухни-гостиной попадаем в огромную кирасу. Ее площадь составляет 23,5 квадратных метров. Ну что ж, это классная возможность, чтобы расширить свое жилое пространство. Можно поставить теплую крышу, сделать стены. И тем самым такая, знаете, верандочка будет у вас готова. И еще одна особенность террасы. Отсюда открывается прекрасный вид на вашу землю. А ее здесь 5 соток. Ну и касаемо, опять же, земли. В Краснодарском крае она очень плодородная. Так что это хорошее подспорье для того, чтобы именно здесь купить дом. Хорошая земля. То есть посадив в огурчики, помидорчики или деревья фруктовые, уже очень скоро вы увидите результат своих трудов. Ну а самое интересное, что в этом доме есть еще одна изюминка. Та самая изюминка в доме, это сокольный этаж. Он находится как раз на террасе. Вот она над нашей головой находится. Ну и хочу отметить, что это достаточно функциональное помещение. Ну, к примеру, здесь можно играть на барабанах. Правда, шумоизоляцию никто стопроцентную не гарантирует, потому что здесь достаточно хорошая вытяжка. Это хорошее место, например, для винного покреба. Здесь можно хранить личные вещи. То есть функционал вообще не ограничен. Так что хорошее решение. На сегодня это все. Мы с вами побывали на обзоре площадью 106 квадратных метров, которая находится в Цибанабалке, жилой комплекс «Жемчужна». Ну и как я и обещал, я сейчас хочу ответить на вопросы, которые вы задавали в наших предыдущих программах в своих комментариях. Итак, Елена Павлюк спрашивает, цена участка? Узнавайте у наших менеджеров. Телефон вы видите внизу экрана, потому что цены постоянно меняются. И вот достоверная информация будет только у них, только после звонка. Входит ли земля в цену за дом? Да, земля в цену за дом входит. Нина Семенченко из Тюмени спрашивает по поводу электричества. Есть ли проблемы? Нет проблем, не возникает. С электричеством никаких. Почему? Следите за нашими эфирами, мы ответим. Еще один вопрос от Ольги. Ольги, так она записана. Можно ли приобрести дом в ипотеку вместе с землей? Да, дом можно приобрести в ипотеку. Опять же, дорогие друзья, все вопросы у наших специалистов мы только и делаем, что ждем ваших звонков, чтобы полностью проконсультировать. А вновь звоните по этому телефону, который вы видите. На сегодня все. Ставьте лайки, задавайте вопросы, пишите комментарии. Для нас это очень важно. С вами был Константин. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!